красота мы вот этого честно говоря не ждали что здесь будет такой пляж каменный пляж ветер природа вот это мощь мне жена сказала что она не хочет отсюда уезжать это о многом говорит знаете я много раз бывал в ростове ночевал здесь и мои осмотры достопримечательности заканчивались архитектурой центральных улиц или набережных но в этот раз я решил расширить географию поиска интересных мест по ростовской области и тут мне попалась именно эта локация если быть точнее я искал какое-нибудь классное место для кемпинга потому что было желание тормознуться в красивом месте за городом в палатке с детьми кстати если вы знаете классные места для кемпинга по россии обязательно пишите скидывайте мне их я просто обожаю все это дело и так маяк этот построен недавно и как таковой исторической ценности он не несет хотя в интернетах можно встретить много разных легенд но почему бы и не сделать красивую легенду до маяк стилизован под 19 век построили его для съемок сериала смотритель маяка в 2017 году сериал этот я не видел но теперь думаю есть повод посмотреть по сути приезжая сюда вы попадаете на бывшую съемочную площадку со съемочными площадками как с кгб шниками бывших не бывает где находится локация 45 минут от центра ростова на берегу азовского моря недалеко от хутора мержанова если вы хотите посетить место то вбивайте в навигаторе маяк мержанова navigation вас сразу приведет на стоянку перед кассой помимо маяка здесь оборудовали парк но он очень небольшой и скорее то некое хаотичное пространство с фото экспонатами нежели именно то что мы можем подразумевать себе под парком смысле парком парком можно спуститься вот эти природа вот есть до небольшие арт-объекты не буду говорить что-то сверхъестественное есть все же природа и пейзаж это главное ради чего стоит сюда приехать меня удивил тот факт что домики у майка можно взять в аренду правда сдаются они где-то непонятно где на ресурсах типа авито и да когда мы гуляли туда заходили люди и внутри стоял вентилятор а это говорит о том что условия внутри базовые ну это и понятно кто будет устанавливать в декорацию кондиционер здрасте старочеркасски старочеркасски у меня родители отец новочеркасски учился а старочеркасска это тоже там же где-то рядышком не рядышком там рядом со старочеркасска целая деревня куриней ну как раньше жили да 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 снимали проплатова а да я понял три крепости нашел это статью про кто-то написал в интернете он пришел же нам к родителям и показывает же вот мол целую деревню бросили три крепости макета крепости он когда-то их покорил завоевал вот ну и я тебе не видел я тоже не я тоже но мы поедем расскажем как там за майком думаю не сильно то и следят краска облезшая штукатурка не то что было раньше но это и плюс все это производит впечатление как будто майку уже реально лет 200 интересно что его собирались сжечь но этого не случилось и это прекрасно сейчас у нас есть возможность делать здесь вот такие крутые снимки теперь по плюсам и минусам что есть чего нет хотя не хочу омрачать эти потрясающие пейзажи какими-то минусами но кому-то может быть полезно что есть и чего нет кофе туалеты мороженка это есть какая-то эстетика высокая кухня оборудованные пляжи и пирсы этого нет чтобы эмоции они крутые мне определенно место понравилось ветер море обрывы камни и камыши стадо спустившиеся попить воды и добрый пастух при грамотном подходе здесь можно было бы создать какой-нибудь заповедник или национальный парк пусть и не масштаба валдая но все же место как будто переносит нас в прошлое а при этом современные инсталляции напоминают нам о настоящем в котором есть место инстаграму и ютюбу из недавних посещенных мною мест мне кстати очень зашло дивногория где оборудовали маршруты музей поставили на маршрутах таблички с историческими справками и информации о том что окружают туриста при этом все это с заботой о природе и бережном к ней отношении конечно что может быть круче чем покидать лягушек сразу же у моря или покормить корову дая красота мы вот этого честно говоря не ждали что здесь будет такой пляж каменный пляж ветер природа вот это мощь мощь перфект камень нашли лягушек пускаем сейчас я говорю лягушки а ян говорит блинчики не знаю кому как больше нравится и ветер ветер люди здесь не купаются друзья если вам понравился этот ролик лучшей благодарностью будет лайк и комментарий если вы еще не подписаны подписывайтесь я публикую много роликов интересных из путешествий не забывайте что мне есть второй канал называется он смапс education канал про зарубежное образование где делаю обзоры на зарубежные учебные заведения и если вы хотите выбрать для себя учебное заведение за границей или отправить ребенка в детский лагерь заходите на канал подписывайтесь и не забывайте что у нас есть сайт 3w смапс точка ру это самый крупный в россии портал в зарубежном образовании где можно для себя выбрать учебное заведение или получить бесплатную консультацию в онлайне от наших супер специалистов пока подписывайтесь и увидимся в следующих роликах в следующих роликах Субтитры создавал DimaTorzok